всем привет дорогие друзья gamehunt в эфире и это новое видео из серии обзоров моей коллекции сегодня у нас будет psp видео которое долго просили и долго ждали наконец-то я сел и снимаю его для вас как вы наверно смогли заметить раньше я оставлял чисто приставки сейчас же я решил поставить всего две приставки у меня на самом деле если другие модели я решил их не доставать оставить в коробках не есть что о них рассказать наверно с этого и начнем начнем как я познакомился с пи спи какая у меня была первая модель и мои небольшие воспоминания на самом деле она была у меня очень давно я много на не скажу о ней также не смогу рассказать много об игр которые у меня есть потому что в свое время у меня было наверно дисков 10 не больше давайте начнем мне оставят две фатки самой первой модели познакомился я с ней так мы с родителями ездили в дубай отдыхали там и родители мне подарили вот такую вот приставку в такой же коробке но не помню какой был регион европейский естественно но не 2 точно у меня тоже было в алюпак там были научники какой-то переключатель наушников флешка короче большой набор здесь же стоит простая без этого набора хотя модели одинаковые 10-04 10-04 к мне она нравилась на самом деле я не помню какие игры у меня были в то время я запомнил одну игру потому что я играл мне довольно много но у моей пи спи была проблема на то время появляется mp3 плеер и все ходили модные с mp3 у кого были сиди плееры уже было не круто не считалось это крутым маленьким 3 плееры и как вы знаете пи спи читает mp3 но почему-то у моей приставки была проблема что она глючно проиграла mp3 файлы то есть вов все нормально другие файл нормальный mp3 нет и 32 мегабайта флеш памяти вы понимаете что там много ва файлах не закидаешь mp3 туда несколько песен всего проиграл с каким-то скрежетом и звуком из унитаза я не знаю с чем это было связано я ее обновлял прошивал ничего это не решило вопросы видимо сам кодек какой-то глющный попался ну я расстроился естественно забил играл в нее и потом продал ее какому-то человеку точнее молодому парню он приехал с братом все проверили все игры все проверили и забрали на этой спи и вот сейчас когда я опять собираю приставки начал собрать приставки у меня пришла такая же модель в такой же коробке со всеми прибамбасами и давайте наверно перейдем к играм и посмотрим что же у меня есть повторюсь я многого не расскажу потому что на то время игр у меня было мало сейчас как вы видите меня ну больше ста наверно да больше ста игры современные во многие они играл и именно для psp я стараюсь вставлять игры запечатанными то есть не вскрывая их если меня приходят распечатанные был я стараюсь найти такую же новую коллекции силдовых игр скажем так и давайте начнем вот с этой стопки и посмотрим что же у меня здесь есть а начнем мы наверное вот с этих больших коробок они у меня тоже запечатаны я стал в коллекции новые был поставил на обмен это айпад с приключением вот такое вот издание там внутри диск и камера для psp но это современная игра они я ничего не скажу я не играл не и так мне так и не дошли руки поиграть попробовать эту камеру не знаю вот такая вот игра да многие опять напишут что у тебя столько игры ты не играешь них не распечатывающий ничего о них не можешь сказать просто показываешь но вот так вот выходит ребята мне еще раз повторюсь мне нравится сам процесс собирания коллекционирование игры всяких аксессуаров и приставок чем сидеть за ними и играть да я играю в новые игры на новых приставках но старый я как-то уже особо и не играю не знаю когда пасера сыграл приспи установите ну как-то так ладно пойдем дальше еще одно издание айпад приключения инвизимус затерянные племена тут уже два диска и камера тоже новенькие запечатаны меня и вот такое вот издание это ipad и invisimus тоже с камеры тоже запечатана но судя по всему это первая часть игры это уже вторая часть игры то что тут айпад тут айпад приключения инвизимус инвизимус затерянные племена вот такие вот коробки так будем потихоньку убирать как обычно то что занимает много места следующее это лорд of аркания вот такое издание толстый бокс насколько я помню там должен быть сиди диск с музыкой и артбук такое издание не открывал я видел его многих моих знакомых или участников группы есть такое издание многие распаковывали его фотографировали я же решил оставить его запечатанным следующий диск тоже довольно трудно у в свое время sony думали что это будет популярным и взлетит но как-то у них это не вышло это фильмы на умд дисках у меня всего один фильм это турецкий гамбит он на русском хотелось бы на самом деле найти побольше фильмов и желательно на русском но их очень тяжело найти я не пользуюсь ебэями и прочими забугорными площадками естественно там можно найти я пытаюсь найти по россии но у нас как-то с этим туговато пока мне единственный фильм так следующая игра это футбол фифа 07 и фифа 12 такие вот игры да как вы наверно заметили у меня там были сэшу здание платину и обычно я собираю все потому что оригинальные здания очень тяжело найти и пока стараюсь собирать все что есть два футбола следующие игры это два киллзона две одинаковых игры киллзона освобождения 1 сэшу другая платина вот такие вот игры я в них играл прикольно но сама линейка киллзонов мне не очень нравится но игра прикольный пи спи можно поиграть не потому что такая она более тактическая чем шутер на 8 4 сонки или на 3 так следующее taking dark resurrection и taking 6 я помню я делал обзор пи спи чуть меньше года назад на то время меня было играми 50 где-то в начале января снимал в принципе сейчас я успеваю можно сказать год прошел и тогда я неправильно сказал таким 5 столько было комментариев что это не таким 5 это таким 6 ты куда смотришь но такие вот игры следующие игры это потопон и потопон 2 не помню я в них играл не играл этой более современные игры я оставил себя в коллекции запечатанные вот такие вот игры так следующее это пираты карибского моря сундук мертвеца и пират карибского моря на краю света вот такие две игры тоже оставил себя запечатанные не играл и да как вы наверно можете заметить у меня немного в перемешку и платины и оригинальные сэшнл здания я как смог по быстренькому отректировал то есть если игры дать нфс то нфс такие-то такие-то игры но все равно какой-то разброс есть давайте уберем и брайна перейдем ну давайте вот к этой стопки dragon ball не играл знаешь что это за игра но не играл не и на песке следующая игра это из комбат но это леталки на истребителях много где она выходила не только на песке в принципе они особо ничем не отличается следующая игра это дакстер тоже запечатанная у него играл у меня была распечатанной копии ее код поменял или может быть продал себя осталось запечатано так следующая игра с довольно сложным названием какой-то джеронима стилтон я не знаешь кто это что это какой-то крыс не могу вспомнить что это была книжка или фильм не знаю но какая-то детская логическая игрушка следующая игра это hello kitty тоже из нашего здания тоже запечатанный и я видел есть бандал пи спи с hello kitty она розовая она у нас продается в городе но я пока ее так и не забрал в принципе не знаю буду забирать или нет и да опять не обращайте внимание у меня там два кота сидят за дверью просится сюда чё я здесь делаю чё здесь показываю посмотреть тоже так что если будете слышать мяуканье я ничего с этим не могу поделать дальше у меня дверей нету чтобы закрыть их через комнату так следующая игра это ассасин крит был лайнс но не знаю здесь я тоже в игру играл чё сказать наверно ассасин уже осталось только выпустить на тетрисе он везде где можно был выпущен дофига игры в принципе ничем не отличается такая вот игра то есть обычно ассасин крит следующее это наруто наруто я тоже не играл не любитель наруто не знаю и диск у меня запечатанный следующая игра это бюджет force не играл но я видел эту игру что-то типа нельзя может сказать gta как-то так то есть и гонки и бегать надо вот такая игра следующая игра и of heaven я рассказывал об этом диске в охоте он пришел ко мне новым но какой-то он блин с кривой полиграфии очень очень низкокачественная тяжело даже прочитать что здесь написано но такой диск следующая игра это wario of lost empire не играл не знаю что это и да странно что здесь написано регион 1 хотя у меня вроде все регион 2 не знаю не смотрел что это за игра возможно какая-то редкая что-то японская что-то такое так следующая игра но эту игру наверное многие знают это silent hill origins прикольная игра в принципе как и все silent и все такие хорроры в полном комплекте она у меня но был постараюсь найти запечатанную недавно ко мне пришла на виду silent hill книгу памяти как там так называется она также есть на пи спи следующая игра это band 10 тоже довольно много игр этого band 10 но не мультика не игры я не смотрел следующая игра и escape п на вторую сумму если не ошибаюсь есть и escape просто то есть появится значит портей был не играл что-то про мартышек возможно веселая игра но диск на тоже запечатанный следующая игра это пазл хрониклс в эту игру я играл у меня была распечатанная копия это же у меня запечатан оставил в коллекции у себя у себя естественно такая игра в виде пазлов не знаю что больше сказать пазлы и улиц она была старая 1800 рублей ужас за такую игру 1500 рублей наверное именно поэтому меня в детстве было не очень много игр на пи спи потому что они стоили нереальных денег сейчас же они стоят там по 50 рублей он будет приходит ладно пойдем дальше space invaders я тоже играл эту игру меня тоже было распечатанных коллекции прикольная игра на принципе space invaders это классика убивал к времени прикольная игрушка мне понравилось следующая игра и врибали гольф тоже эту гольфу и на 3 сонки было на пи спину обычный гольф что не скажешь не успел до показать стопочку камеры и защита от перегрева матрицы снимает 10 минут на ролике оставалось 4 диска и запись становилось наверное я буду показывать под одной стопки основной записи продолжать будет склейка как вы понимаете за 10 минут все не покажешь ну и следующая игра которая осталась у нас в первой стопке the door life это fighting обычный fighting принципе девчонками но насколько я помню здесь не совсем fighting здесь нужно их фоткать и снимать что-то такое так следующая игра это йоги ох меня был такой диск распечатанный диск ничем не примечательны на что интересно внутри есть три карточки для коллекционной игры на столке я не знаю такая вот игра насколько я понял довольно популярна потому что у меня есть йоги ох на первую соньку то есть выходила она довольно давно следующая игра это star ocean second evolution не играл там японская игра от square enix а я знаю что еще первая часть но к сожалению в коллекции пока ее нету надо бы найти следующая игра это пазлер collection 1000 лучших головоломок но в принципе здесь ничего примечательного здесь судоку кроссворды и прочее диск тоже запечатанный так ну давайте перейдем наверно вот к этой стопке риджи рейсер 2 гоночки ничего они не скажу не играл мне нравятся другие гоночки как я говорил мне нравится гран туризма следующая игра медиевл прикольная игра есть не ошибаюсь играл я медиевл на 1 соньки мне понравилось следующая игра это люминец 2 не открывал диск запечатанный не знаю что это такое и судя по значку игра для взрослых что это может быть следующая играю вот это диски я помню у меня он был в то время когда у меня было пи спи мне очень нравился ты играет за ней я провел очень много времени тони хоук в принципе моем детстве было популярно и всякие скейтборда сноуборды все все катались на ролика скейтах а я катался в этой игре на скейте я тоже конечно катался но вот эта игра прям крутая мне она очень нравилась следующая игра это фантази star партей был 2 не знаю что это не играл вот все никак не успокоиться для здесь стеклянная дверь он кота залез и сможет что здесь происходит ладно модный шин рейсерс не знаю не играл что это что это такое я не знаю и да если что меня кот немного сбивает теряясь с мыслями следующая игра это медвей аркейд прикольное издание это сборник старых игр от медвея довольно крутые игры здесь mortal kombu 2 3 еще другие другие игры нет сборник понравился я в него играл следующая игра это ультимейт блок пати не играл но что-то типа собрать блоки разрушить их типа тетрис следующая игра это motor storm arctic edge не знаю что это за игра не играл давайте я пойду все-таки наверно закрою конец кота подальше и продолжим съемку вот так всегда готовишься начинаешь садиться снимать и блин кто-нибудь отвлекает избивает смысле ладно вроде временные вопросы решил не спрашивайте как я решил вопрос с капом главное решил следующая игра это эхо shift не знаю то что за игра что-то простенькая диск тоже запечатанный следующая игра power stone collection играла в эту игру у меня был распечатанный диск была распечатана копия идет мне не очень понравилось такая ну что-то не моё а во следующая игра мне очень понравилась у меня было несколько копий распечатанные запечатанные я поиграл поиграл вдоволь и оставил запечатан себя в коллекции распечатанный поменял это fat princess игра очень прикольная веселая мне она очень понравилось надо собирать какие-то пироги кормить принцессу такую толстую принцессу прикольно играю очень веселый мне очень понравилось кстати они сейчас продаются кругом там совсем за копейки у меня даже на цене здесь 75 рублей можно найти но меньше 100 за 100 кого нету обязательно найдите поиграть игра очень веселая следующая игра это splinter cell диск у меня запечатанный у него я не играл не знаю естественно что такое splinter cell я не знаю что такое splinter cell на psp не знаю следующая игра это wipeout в принципе wipeout тоже популярная игра здесь не запечатанный я играл на какой-то другой платформе это типа гонки на каких-то звездолетах или что-то такое не знаю как объяснить какие-то космические гонки вооружений следующая игра это got of war в эту игру я играл все пытался найти в коробке почему-то у меня попадались тут именно chains of olympus без коробок куча куча дисков на есть который без коробок из них там половина наверное именно этот got of war наконец-то ко мне пришел в коробочке правда был следующая игра это sims 2 pets но здесь ничего не скажешь sims на psp это довольно урезанный sims сама по себе серия sims игр прикольная можно поприкалываться провести время чуть посмеяться там построить дом своей мечты здесь же надо ухаживать ухаживать за животными ну естественно очень обрезанная следующая игра это burn out burn out прикольная серия игр гонки надо крушить крошить всех в пухах про игра прикольно мне понравилось следующая игра это midnight club la remix эта игра у меня тоже была в детстве она мне тоже очень запомнилась я обожал серии midnight club а точнее нет у меня была нет у меня была дабы дишин но в принципе это тоже прикольно не играл не помню если меня дабы дишин в принципе они не особо отличается крутой тюнинг крутые гонки игра трак старая но здесь ничего не скажешь следующая игра это call of duty road of victory не играл есть не ошибаюсь ко мне игра прошла совсем недавно но серия call of duty мне очень нравится вот именно старый call of duty про вторую мировую войну современные как-то не так и как я вижу по скриншотов принципе она наверное такая же как на 2 сонки все-таки много игр было перездано со второй сонки на псп следующая игра гарри поттер вообще гарри поттер мне не очень нравится не фильмы не игры поэтому я не играл и ничего не не скажу давайте уберем так и придем я нотка этой стопки здесь у нас nfs undercover ну давайте сразу покажу все инфо эски nfs shift nfs carbon nfs most wanted не знаю тоже в свое время nfs кем была прикольной серии на потом что-то они прям начали клепать их без остановки кучу-кучу-кучу nfs их на вторую сумму я не знаю сколько штук 6 на разных я помню вот я рассказывал в каком-то видео тоже мне нравился nfs porsche и там 1 2 nfs это было круто сейчас же это какой-то конвейер следующая игра scare face лицо со шрамом в эту игру я не играл но наверно что должно быть прикольно диск запечатанный жалко мне его вскрывать будет то что игра вроде бы не часто следующая игра the warriors тоже не играл все хотел она у меня есть на вторую соньку распечатана здесь же у меня диск новый надо как-нибудь будет попробовать следующая игра соком я тоже помню эту игру наверно с первой соньки тактический шутер мне очень нравился эта игра но написали я не играл вообще соком прикольная вещь я помню меня отец в нее прям много-много играл следующая игра smackdown но это рестлинг пара рестлинг ничего не скажу в рестлинг я еще в детстве наигрался не знаю следующая игра the of judgment что-то типа на столке не знаю ничего не скажу я в нее пробовал играть но чё-то слишком там запутанно прям вообще запутанно такая вот игра следующая игра это баскетбол здесь много не скажешь баскетбол и баскетбол не знаю как он и писти будет выглядеть на суде по скриншотам он выглядит очень плохо давайте уберем и посмотрим что у меня есть еще так следующая игра но следующая игра это крутая игра гран туризма повторюсь я фанат серии туризму мне очень очень нравилось игра на 1 соньки на 2 на пи спи тоже него игра это очень нравилось далее наверно вы заметили я постоянно говорю что я играл в ту или иную игру на 1 2 сонки блин к сожалению вот нет у меня столько дисков на 1 соньку я вам много чего рассказал на 1 соньку довольно трудно найти игры обзоры коллекции на персоньку не будет у меня там дисков 20 можно на меньше блин столько вы игры иметь на 1 соньку ладно продолжим стритфайтер альфа 3 макс стритфайтер прикольная серия играми тоже нравился этот файтинг но блин что-то они потом начали столько этих стритфайтер выпускать я даже не знаю сколько вообще в серии штук 20 наверное игр ну сам стритфайтер по себе прикольный файтинг я очень нравился наравне с текеном вот таким конечно круче но стритфайтер тоже неплохая игра следующая литр little big planet диск запечатанный играл я в него на какой-то другой сонки я уже не сейчас не вспомню но это такая обычная принципе играем ничем особо не выделяется на мне не запомнилась франшиза sony не знаю много они не могу сказать следующая игра sonic sonic тоже была крутая серия игр на sega но потом когда они перешли в 3d что-то не то стало диск у меня запечатанный в коллекцию распечатать я его не собираюсь чтобы оценить современного соника ну как современного уже не очень современного следующая игра kings of clubs тоже здесь запечатанный я не знаю что это за игра здесь что-то вообще все заклеены какими-то не знаю знаками качества блестящими с голографии написаны не по-русски не знаю что это такое что это за игра даже не помню откуда она мне пришла следующая игра игра тачки эти тачки что-то сували прямо во все пи спи насколько я помню в стритке прям почти все бандлы были именно с тачками ну на то время мультик был на экранах и решили эту игру успехать везде только можно не играл следующая игра праздник в джунглях ничего не скажу я не следующая игра это spider-man тоже человек-паук довольно популярной серии игр было очень много игр свое время детстве наигрался и дальше как-то я уже не следил за ним следующая игра с большим-большим названием я в нее играл прикольная игрушка мне она очень понравилась диск не распечатанный больше не попадал с такой игры я брал ее новый распечатывал играл игра очень прикольно в стиле ну наверно в стиле 8 бис скажем так как так могу объяснить все квадратная игра прикольная давайте уберем и перейдем наверно вот к этой стопке следующая игра это два диска у меня это сайфон фильтр вообще серия сайфон фильтр мне тоже очень нравилось на 1 сонки тоже такой тактический шутер нет очень очень нравилось я много провел занять часов на пи спи я уже не играл но сама серия очень классная следующая игра игра это черепашки не играл черепашки 3d и выгодами здесь просто ужас как выглядят вы бы видели эти квадратные морды еще один гарри поттер только что показал не играл следующая игра облачно возможно осадки виде фрикаделек я не знаю что это за дебильное вообще название кто его придумал у меня эта игра есть на обе на пи спи я не играл на что-то судя по всему какая-то жесть вообще следующая игра это краш диск на новый запечатанные с попорченной пленкой но у него я не играл следующая игра кода тормс какой-то трехмерный шутер не помню скорее всего я играл него то что от канами канами мне вообще нравится ну что-то я не могу под крышетом вспомнить играл не играл следующая игра короче как битмейкер музыкальная игра нужно создавать свою музыку на пи спи вы можете это представить создавать музыку на пи спи не знаю следующая игра армию в ту мы играли в эту игру на 360 максбоксе но естественно здесь обрезана версия игра прикольным можно поиграть следующая игра bass music тоже что-то музыкальный в нее я не играл ничего они не скажу следующая игра full metal alchemist тоже не играл но слышал что серии довольно популярно но я не любите таких японских игр прям со всеми японских типа наруто и вот такого прочего не значит не раз закидает скажет совсем разные игры это не ты не о том говоришь но не играл не знаю что это такое следующая формула-1 grand prix тоже особо много не скажете формула-1 вообще друг от друга ничем не отличается но естественно только графикой обычно формула-1 следующее everybody теннис тоже как everybody гольф кучи игр ни о чем ну какая-то франшиза sony следующая игра dynasty warriors тоже не играл тоже слышал что она популярная ну так руки меня до нее не дошли следующая bass blue ну тут вообще не знаю о чем она мультяшный какой-то файтинг ну да файтинг но из файтингов я люблю таки следующая капкам пазл world тоже что-то типа переиздание игр старых но не передали как там было медвей а тут в стиле пазлов сделан я играл эту игру меня был распечатанный диск но не то вот если бы сделали прям переиздание было прикольно ну такая вот следующая игра power stone collection чё-то если я не ошибаюсь я уже показывал да да скорее всего я не заметил что мне есть дубль надо будет его отложить отдельно следующая игра dark я даже прочитать могу dark stalker ну то что здесь вон какой шрифт не знаю тоже что-то японский японский файтинг от капкам а следующая игра resistance играл не особо понравился шутер можно поиграть но мне не особо понравился так и следующая игра force блин что-то тоже это вроде я показывал уже куда я смотрел да эту игру я показал давайте перейдем последней стопки посмотрим что же меня там так ну и последняя стопочка как вы наверно заметили я уже довольно подустал тяжело говорить без остановки показывать столько игр хоть я не особо они что-то рассказываю но все равно трудно меня уже сушники замучили уже баллон воды выпил между кадрами съемки ну давайте посмотрим не знаю как будет обзор коррекции на вторую сонику там у меня раза в два больше игр а если мать его надо будет на днях ладно поехали sega ралли не играл сама серия ралли всяких ралли гоночек мне очень нравится но блин как как же то назывался колен макрэй мне нравился и только racing только вот не понял только racing там были ралли нет ну сами ралли мне очень нравится так следующий это три игры мега минис первая часть мега минис вторая часть мега минис третья часть все игры у меня запечатанные но мне попадались был игры эти сборник мини-игр типа эти спортсу был свое время популярный там на кидать пингвинов всякие такие мини игры не знаю что не сказать так следующее финал фэнтези серия финал фэнтези мне нравилось до определенного момента современные финалки мне не очень нравится я помню на первой сонке тоже финал фэнтези 7 на культовая игра остальные как-то я уже не особо играл финал фэнтези crazy score тоже финал фэнтези и вот такое вот издание финал фэнтези 4 я его тоже не распечатал я видел что там внутри прикольный сборную сборник бандл скажем так что интересно у него белая коробка такой не часто встретишь там еще карточки какие-то вроде были что-то такое сейчас уже не вспомню я видел у кого-то в группе есть такое распечатано издание так а следующая томрайдер томрайдер легендс еще один томрайдер легендс томрайдер прикольной серии игр я играл не на пи спи вот в нее можно погибать пи спи в для этой игры очень подходит в дороге где-то полазить попрыгать пострелять очень очень прикольно следующее metal gear acid и metal gear peace walker прикольные игры я обожал metal gear на 1 соньки на 2 соньки на пи спи в принципе все метал гиры очень очень крутые игры я играл вот в эту игру здесь больше конечно как-то тактически но все равно прикольно мне понравилось так следующая gta liberty city stories gta china china town wars прикольно так скажем упрощенные gta игры мне они тоже понравились я в обе них играл все круто конечно на больших приставках там большие игры здесь же такие обрезки но все равно поиграть можно так следующее лока-рока и лока-рока 2 не играл не знаю что-то рисованное один день запечатанный один раз печатанный следующие игры это крэш битвы титанов и крэш повелитель мутантов вот такие вот игры я тоже фанат крэш бадикута но последние игры какие-то прям вообще ни о чем то есть не нравилось 1 2 3 гонки там были тоже две игры я уж не по сейчас название операционки все было на пи спи уже игры не очень я играл них у меня были распечатанные копии мне очень понравился сейчас ждем переиздание на 4 соньку и последний граектор у меня есть это бас brain бендер тоже что-то логическое не играл диск у меня распечатанный но не играл устал я болтать устал ну собственно все такая у меня коллекция игр случайно зачесались две одинаковых надо будет все-таки потом посчитать но я думаю больше 100 наверно может 120 игр у меня на пи спи год назад у меня было всего 50 много игр много интересных игр пи спи вообще платформа сама по себе очень-очень крутая мне она нравилась свое время не нравится сейчас конечно вы вышло очень много версий приставок 1000 2000 3000 стритки уже можно запутаться но сама по себе пи спи очень-очень крутая особенно вот это которая мне напоминает мое детство когда я увидел в продаже эту приставку мы вроде и на вид взял да не могу вспомнить но когда она ко мне пришла прям вообще у меня слеза покатилась по щекам именно вот это в валю пак много воспоминаний много проведенного времени за ней но на этом все больше мне нечего сказать надеюсь вам понравилось кому понравилось ставьте лайк кому не понравилось тоже ставьте лайк обязательно подписывайтесь на мой канал вступайте в мою группу добавляйте друзья всем пока скоро будет обзор коллекции на вторую соньку